Мы в прямом эфире. Сейчас подожду, чтобы появились мои гости. Пока сообщают. Я приветствую всех, кто будет смотреть в записи. Чуть-чуть подожду, пока идёт оповещение и зайдут. Вот уже начинают к нам присоединяться. Прекрасно. Замечательно. Приветствую вас, дорогие. Спасибо, что вы сегодня присоединяетесь. Какая тема? Я поделюсь сегодня нашей радостью с пылу, с жару, с горячими пирожками, нашими новинками замечательными, которые вчера мы получили. И вчера я делала прямой эфир и не нажала кнопочку его сохранить, хотя обещала. И получила уже очень много сообщений в личку и поняла, что ждать нельзя. Надо срочно записать и сохранить по новой, чтобы как можно больше наших партнёров и наших клиентов, и наших друзей нашего бренда имели возможность узнать о нашей радости, о нашей гордости. Я сейчас расскажу и покажу наши новинки. Жду, пока ещё присоединяются ко мне наши друзья, наши партнёры, наши клиенты. Заходите. Спасибо, кто уже здесь с нами. Вижу Челябинск, вижу Кишинёв. Спасибо, что присоединяетесь. Всегда приятнее говорить, зная, что где-то тебя слышат люди. Сегодня обещаю сохранить. Проконсультировалась у специально обученной невестки, которая учила, куда нужно нажать, чтобы эфир сохранился. Добрый день. Добрый день, Анна. Добрый день, Анечка. Всех очень рада сейчас приветствовать. Ой, Париж у нас на связи. Наташенька, вижу тебя на связи. Мозырь, Белоруссия. Сашенька Зубеюхина, вижу. Привет, Белоруссия. Привет, Украина. Привет, Молдова. Привет, Россия. Привет, Франция. Замечательно. Наташа, привет. Привет, дорогая. Очень за всеми соскучились. Вы представляете, какой сладкой и радостной будет встреча, когда мы, наконец, сможем друг друга обнять. И как жизнь преподносит нам свои уроки в виде того, что как важно ценить простые вещи. Ведь раньше просто обнять друг друга казалось такой обычной вещью. И не имела она какой-то особой ценности в нашей шкале. А теперь это прям какой-то аж до слез, до мурашек, когда есть возможность обнять. Мы тут недавно всей семьей переболели ковидом. Мы уже все в порядке. И теперь, когда знаем точно, что люди, с которыми мы встречаемся, что кто-то тоже переболел, и мы с таким чувством друг друга обнимаем, очень соскучились все по объятиям. Особенно мы, люди южные, нам очень важно друг друга почувствовать, обнять. Ну что, мои дорогие, я буду начинать, а походу еще к нам будут присоединяться, и обязательно сохраню сегодняшний эфир. Мы перед тем, как перейдем к новинкам, сначала покажу тот продукт, которого давно не было, и который прошел стадию ребрендинга и рестайлинга. Мы активно в этом процессе находимся уже полгода. И сейчас всю нашу декоративную косметику и уходовую линейку, которая у нас называлась от Lumiere, мы переводим уже тоже в собственный бренд. Общий бренд Гиттер, а бренд декоративной косметики и уходовой косметики теперь будет звучать Диана Гиттер. Да, это я. Это теперь своего рода моя личная печать, личный знак качества и личная ответственность. Вы знаете, когда я впервые взяла в руки продукт, на котором стояло мое имя Диана Гиттер, вот ощущения, которые переполняют, я могу вам сказать одной фразой, которую мой посыл к моим партнерам и клиентам, лично отвечаю. За качество, за те эмоции, которые вы будете получать от нашего продукта. И мне очень хочется, чтобы как можно больше людей попробовали и получили удовольствие от нашего продукта. Мы очень долго ждали, не было три месяца в наличии на наших офисах и складах везде, где мы представлены, работаем мы в России, в Украине, в Белоруссии, в Казахстане, в Приднестровье, Италия. Ещё у нас есть партнёры в Греции, у нас есть партнёры в Германии. Мы расширяемся, растём и множимся. И очень долго ждали этот продукт. Это сыворотка. Это гиалуроновая сыворотка для лица. Это совершенно волшебный, уникальный продукт. Чем он уникален и чем он волшебен? Дело в том, что с 25 лет наша кожа, процессы старения начинают происходить в нашей коже. Да, как это ни странно звучит, с 25 лет. С 25 лет начинает уменьшаться выработка собственного коллагена и эластана в нашей коже. Это ведёт к потере каркаса. Это ведёт, когда лицо начинает оплывать. Почему? Когда мы смотрим на свои фотографии в молодости, она более кругленькая, подтянутая. И это связано с тем, что наш коллагеновый и эластановый каркас плывёт. Потому что выработка собственного коллагена и эластана с 25 лет начинает уменьшаться. К 40 годам он перестаёт вырабатываться вообще. Именно поэтому с 35 лет необходимо, желательно, а с 40 уже просто необходимо использовать дополнительные специальные средства для зрелой кожи, для того, чтобы сохранить и продлить молодость нашей кожи как можно дольше. Чтобы не надо было потом обращаться к каким-то агрессивным и кардинальным мерам классической хирургии, инвазивные методы. Лучше это делать бесполезненно, лучше это делать комфортно, получая удовольствие. И каждый день здесь очень важна система. В нашей программе есть две сыворотки, ночной концентрат. Расскажу о нём уже в следующий раз. Я обещала сделать отдельный эфир о нашей линейке, о нашей космецевтике. Да, именно наша уходовая линейка – это космецевтика. Это не косметика и не фармацевтика. Это то, что находится посередине. Почему? Потому что просто косметика, она работает на уровне следствия. Есть мешочки под глазами? Сейчас быстренько что-то поделаем, чтобы замаскировать эффект. То есть работает на уровне следствия. Фармацевтика работает на уровне причины, но на уровне одной конкретной проблемы. А вот космецевтика – это то, что находится на стыке между ними. Она даёт очень хороший, много профильный, много канальную проработку по разным проблемам, по разным задачам, которым нам нужно порешать, работая с нашей кожей. Это всегда максимально натуральные составы. Наши кремы идут на основе отваров из лекарственных трав, даже не просто вода. Очень важно, в какую основу положены активные компоненты. Расскажу очень подробно о нашей космецевтике, о нашей линейке в следующем эфире. А сегодня вот хочу вам презентовать, и те, кто пользуется, те, кто знает этот продукт, видят, что он в новом флаконе. Это матовое стекло, которое даёт очень хорошую свето- и термозащиту. Очень удобная пипетка, в которой удобно дозировать продукт. Мы набираем, и хочу сразу же, я видела видео многих наших партнёров, и не только, когда наносят сыворотку сразу из пипетки на лицо. Вы знаете, рекомендую это делать следующим образом. Вносить её сначала на ладошку. Почему? Ну, во-первых, вы даёте возможность адаптироваться к температуре тела. Продукт, температура тела приходит в одинаковое состояние, тем самым более комфортно и эффективно нанесение. Быстрее и лучше впитывается. Не возникает конфликта температур. И у вас есть возможность, распределив на подушечке пальцев, нанести... Ой, какая она приятная, волшебная. Нанести её, распределив по всему лицу, по массажным линиям. Обязательно. Все средства мы наносим только по массажным линиям. Всё очень просто. От центра к периферии. Тоже расскажу об этом подробнее, когда буду делать эфир о косметевтике. Она мгновенно впитывается. Она не оставляет жирного блеска. Она мгновенно выравнивает текстуру кожи. И самое главное, что в составе есть гиалуроновая кислота, которая является самым сильным удерживающим фактором для влаги. Одна молекула гиалуроновой кислоты удерживает более 200 молекул воды. Конечно, самое главное её достоинство, такое важное и необходимое для нас, она продуцирует выработку собственного коллагена и эластана. Вот это просто то, что архив важно для зрелой кожи. И, дорогие мои, очень важно начинать ухаживать за кожей вовремя. Вот сыворотки – это про это. Сыворотки – это концентрированные средства по уходу за кожей. И это… сыворотки можно использовать как монопродукт нашу. В частности, я говорю сейчас о нашей сыворотке гиалуроновой и нашем ночном концентрате. Можно лучше использовать в дуэте с кремом. Тем самым мы усиливаем, срабатывает такой эффект синергии, когда одно… каждое средство усиливает предыдущее и последующее. Поэтому рекомендую использовать в дуэте. Если вы наносите утром, следом должен идти дневной крем. Если вы наносите вечером, нанесите следом ночной крем. Вы получите огромное удовольствие от результата, когда будете смотреть на себя в зеркало. И здесь хочу привести еще одну метафору. Когда я слышу часто от женщин, «Ой, нет, нет, мне сыворотка не нужна. Мне достаточно хорошего крема, и у меня кожа в хорошем состоянии». Для того… вот сыворотка нужна для того, чтобы кожа, для того, чтобы лицо как можно дольше находилось в хорошем состоянии, чтобы ваша кожа радовала молодостью, упругостью, хорошим тургером и каркасом. Знаете, есть моя любимая картинка на эту тему. Те, у кого дома есть комнатные цветы, сейчас очень хорошо меня поймут. Те, у кого их нет, прекрасно себе это представят. Представьте, что на вашем столике, подоконнике стоит красивый комнатный цветок. И раз в неделю, в три дня у каждого цветка своя периодичность, вы их поливаете, да, для того, чтобы они были красивыми и радовали вас своей красотой. И тут, представляете, у вас осеняет гениальная идея. Вы подходите к цветку и говорите, «Ну, чего тебя поливать-то? Красивый, свежий, молодой. Не надо тебя поливать. Ты и так хорош. Вот начнешь увидать, вот тогда поухаживаю, вот тогда подкормлю». Представляете себе такую картинку? И вот начинает ваш цветочек увядать, и вы покупаете удобрения, и вы там что-то, какие-то манипуляции, танцы с бубнами поделываете, чтобы привести его в чувство. Вот то же самое происходит, когда несвоевременно начинает ухаживать за кожей, за кожей век. Правильно очищать. Это очень важное. Ну, опять-таки, забегаю, сделаю отдельный эфир, уже давно обещала. Поэтому сыворотка – это совершенно необходимый продукт. Это не просто в удовольствие или попробую. Это must have. Это необходимо. Сыворотка в арсенале ухода дамы после 35. Вот наша замечательная сыворотка. От души ее рекомендую. Лично отвечаю. Да, видите, здесь Диана Гитер. Кто еще не попробовал, вас ждут очень приятные мгновения. Следующий продукт, который мы получили, и который уже тоже в ребрендинге, уже в новом футляре. Посмотрите, какой красивый наш фирменный знак. Наш фирменный знак – гид. Очень говорящий. И здесь само значение. Мы гиды, мы проводники. В мир красоты, в мир парфюмерии, в мир прекрасных эмоций, которые дарят все, что с этим связано. Парфюмерия, косметика, кремы. Вот такая потрясающая, красивая упаковка. Посмотрите, здесь на сгибах тоже идет наш знак торговый, гид, который будет теперь на всей нашей продукции. Еще у нас есть герб, и скоро вы его увидите. И впервые он появится на мужских ароматах, на мужских футлярах. Уже тоже очень скоро. Буквально еще 2-3 недели, и мы уже начнем их получать. Вот такая замечательная упаковка. Я показывала, но еще было все без бренда, без логотипа. Это были образцы. А вот сейчас вот так прекрасно, замечательно она выглядит. 12 граммов пудры, рассыпчатой пудры. Это очень большой объем. И правда, если в сравнении вы посмотрите с другими брендами, мы прям гордимся, что нам удалось найти наши производители. Спасибо им огромное, замечательный наш любимый партнер. ГИС Косметикс. Очень удобная упаковка. И сейчас еще раз покажу, чем она так прекрасно удобна. Проблема любой рассыпчатой пудры всегда заключалась в ее перемещении. Ее очень сложно было взять с собой, ее очень сложно было положить в сумку, потому что это любое неверное движение. И эта вся мелкодисперсная масса превращала сумочку, косметичку, чемодан в то, во что потом очень сложно убрать. Наша упаковка снабжена замечательной сеточкой-сифтером. А сифтер, в свою очередь, защищен специальной мембраной. Обратите внимание. Раз. И вот так же красиво она защелкивается, закрывается. Как мы ее наносим? Наша пудра. Сейчас здесь я уже вытащила. Покажу сейчас. Второй сразу скажу. Два цвета. Два цвета. Два совершенно универсальных оттенка. Транспарент прозрачный. И айвори натуральный. И никаких проблем больше с подбором оттенка. Вообще. Мы вас избавили от этой головной боли. Потому что это абсолютно два универсальных цвета. Обладательница ли вы белой фарфоровой кожи? Наши дорогие барышни Челябинск, Анна, Наталья. И вся ваша структура. Наши потрясающие красавицы с фарфоровой кожей. Или вы обладательницы бронзовой кожей? Вот наша итальянская красотка Ирочка. Приветствую. Которые южные барышни с загорелой бронзовой кожей. Она подойдет абсолютно всем. Потому что пигменты, которые входят в состав, светоформирующий, цветоотражающий. Они не просто, они встраиваются, что есть этот эффект в нашей тональной основе, что он очень хорошо встраивается, цвет кожи. Но она, с одной стороны, абсолютно не дает, работает не на цветовое решение, она работает на потрясающий финиш. Он дает совершенно легкое, матирующее, отсвечивающее, великолепный совершенно состав. Это минеральная пудра. Минералы, которые входят в состав, позволяют добиться эффекта светящейся здоровой кожи. Почему прозрачный? Почему натуральный? Натуральный здесь уже нужно пробовать, для того, чтобы понять, я обожаю обе. Обожаю. Ну вот на мне сейчас, в данный момент, на мне айварин натуральная. Вечером, а, но белую я прям, если вы наносите, можно наносить, в составе есть пуховочка, можно нанести, открываем, и вот, посмотрите, внутри сеточка, которая дозирует то количество, вот она, сеточка, с помощью которой вы можете, продавив пуховку, либо кисть, я рекомендую наносить с помощью кисти. Но в чем отличие? Пуховка даст вам возможность нанести более плотно и создать более выраженный матирующий эффект. Но кисть создает некую такую вуаль на вашем лице. Она хорошо фиксирует все влажные текстуры, тональную основу, помаду. Но вот я уже говорила, когда рекламировала, я показывала, говорила о ней в первый раз. Мне сегодня это не надо, потому что на мне новый оттенок, и сейчас о нем расскажу. Нашей потрясающей леблостату, которая не размазывается, которая не пачкает, не остается ни на маске, ни на посуде, абсолютно нигде. При этом удалить ее совершенно легко можно нашим шелковистым молочком. Возвращаюсь к пудре. С помощью большой кисти набрать необходимое вам количество. Аккуратно излишки можно оставить в крышечке, которая прекрасно для этого подходит. И легкими движениями по массажным линиям мы наносим ее по... Абсолютно все наносим по контурам, по массажным линиям. И к этому нужно просто себя приучить. Это всего лишь привычка, как чистить зубы по утрам, или то, как вы причесываетесь. Ведь каждый делает это своими, да, движениями, отработанными за многие годы. Вот наносить все косметические уходовые средства по массажным линиям, это все тоже вот должно прийти, выйти на уровень автоматизма. Если вы на... Это будет совершенно легкая вуаль. И когда вы наносите макияж, не забудьте, что лицо заканчивается вот здесь. Не забывайте про шею, про зону декольте. Хорошо протяните все, чтобы ровный был цвет. С помощью пуховки вы можете затонировать. Что еще вот тоже сегодня проделала я. Если вы просто пальчиком обмакнете его в пудру и чуть-чуть нанесете под линию бровей или те места, которые вы хотите, чтобы больше светились. Здесь есть легкий эффект хайлайтера. Очень легкий. Нет специальных шиммеров, нет никаких... За счет чего он достигается? В составе есть минерал Мика. Я рассказывала в прошлом эфире историю про Мику. Меня очень просили ее повторить. Сейчас повторю. Хорошо, что вспомнила. Это слюда, которая находится высоко в горах в Индии. Не вспомню сейчас, как называются эти горы и называется это место, но с ней связана очень интересная история. Дело в том, что использование этого минерала в декоративной косметике это достаточно дорогое удовольствие, но это возможность дать вот этот неповторимый эффект свечения кожи, светоотражающий, вот такое прям здоровое свечение. И что... А какую интересную историю я вам обещала? Заключается она вот в чем. Сейчас есть некое такое движение производителей декоративной косметики, очень качественных, производителей те, для кого очень важно, с каким сырьем они работают, что выпускают на рынок, которые работают в соответствии со всеми стандартами GMP, это сертификация самого высокого уровня, сертификация ISO. И есть... Вот какая история связана с МИКой, что та самая натуральная МИКа, которая находится в слюда, высоко в горах, и которую очень сложно собирать, очень сложно. И, как правило, в этом используется детский труд. Незаконный и очень опасный, потому что они должны взбираться на самую вершину и аккуратненько ее соскребать. Взрослым это делать очень тяжело, потому что она очень хрупкая, и для того, чтобы туда забраться, очень желательно маленькая поверхность соприкосновения. Вот поэтому дети, потому что это маленькие ступни, потому что это небольшой вес, иначе это сделать очень сложно. И вот, собирая эту слюду, они дышат, это все оседает в легких, это все очень имеет плохие последствия. Вот есть некое такое движение, и производители высокого стандарта выступают за то, чтобы запретить эту натуральную слюду, и при том, что есть очень высококачественная синтезированная МИКа, это тоже минерал, но как бы искусственно выращенный. Это равно как камни. Вот я, например, очень люблю украшения с различными, не только драгоценными, но и полудрагоценными камнями. Вот здесь у меня гранат. Вот у меня здесь гранат, и в золоте, и у меня есть цитрин, у меня есть голубой камень, как он называется, я забыла, топаз. Очень люблю различные, вообще люблю камни, всех цветов, кто меня знает. Я люблю украшения. И очень часто есть искусственно выращенные. Наш научно-технический прогресс шагнул так далеко, что всё, что можно сделать экологичнее, нужно делать для того, чтобы сохранить наш большой дом, нашу планету. Это я всё рассказываю про то, какой у нас крутой производитель и крутой продукт, что мы заботимся о том, чтобы составы были максимально натуральные и максимально безопасные для всех. Наша волшебная пудра, да, ещё раз повторю, теперь никаких мук в выборе оттенка, они абсолютно универсальны. И прозрачные, и натуральные помогут вам создать завершающий финиш для вашего макияжа, будь то дневной, будь то какой-то яркий, красивый, вечерний. Абсолютно неважно. Даже если вы вообще решили выйти, тем более лето впереди, без мейкопа, нанесите чуть-чуть нашей волшебной пудры на лицо большой кистью и сформируйте свои губы, и это уже будет совершенно другой образ. Это будет уже очень красиво и ярко. А теперь про губы. Два новых оттенка. В нашей волшебной линейке Lip Gloss Tattoo, да, правильно, обратите внимание, тоже уже в новых футлярах, тоже уже в ребрендинге. Здесь тоже Диана Гиттер, уже тоже лично отвечаю. Я вам сейчас покажу эти два цвета. Один из них на мне. Барбарис. На мне Барбарис. Вот он. Вот, посмотрите, какой он в тубе и какой он на губах. Поскольку это текстуры, которые высыхая сохраняют абсолютно, вот они не отпечатываются, не скатываются. Вы знаете, самая главная сложность заключалась в том, чтобы они оставались гибкими. Совершенно нет тех, кто уже, вот я прошу вас сейчас в чате, кто присутствует и кто пользуется нашими потрясающими Lip Gloss Tattoo, подтвердите мои слова, что совершенно нет эффекта стянутости губ. С большим комфортом можно в ней находиться целый день. И главная задача наших технологов заключалась в том, чтобы вот этот эффект помады, которая фиксируется на губах и не пачкает, не размазывается, во-первых, чтобы был живой цвет, и чтобы оно не сковывало губы, а сохраняло гибкость. Вот благодаря безупречному качеству воска, благодаря безупречному качеству пигментов, это все очень-очень важно, сырье. Вот от этого зависит конечный продукт. Поэтому, посмотрите, она великолепно скульптурирует губы. Великолепно. Нужно только потренироваться и научиться ее правильно наносить. И вы можете делать любую форму губ, которая вам покажется интересной. И даже к разному гардеробу, к разной одежде можно с этим играть. И это очень здорово. И не нужно прибегать к каким-то вот другим, более опасным способам. Можно скульптурировать свои губы с помощью блеска тату. И еще один дивный цвет. Давно мы его хотели. Хотели, посмотрите, пожалуйста, какая красота. Абсолютный нют. И здесь, заметьте, практически нет розового пигмента. Здесь акцент на такой вот персиковый пигмент. Светлый, нежный, очень красивый. Знаю тоже, что наши уральские партнеры, наши фарфоровые девочки сейчас это оценят. Очень красивый и очень натуральный цвет. Оба это цвета, особенно барбарис, он универсален. Он подходит абсолютно к любому цветотипу. Будь зима, весна, лето, осень. Он подойдет абсолютно всем. Я хочу вам показать аппликатор. Аппликатор очень правильный. Почему? Вот вы видите, вот теперь, мне кажется, видно. В середине есть вот такое отверстие, есть дырочка, которая позволяет излишком блеска, излишком помады остаться во флаконе. Ничего не капает. Удобно, когда вы наносите, я вам покажу сейчас цвет на коже, и надо понимать, что когда он высыхает, он чуть-чуть становится темнее. Буквально чуть-чуть. Невероятно красивый цвет. На лето это как раз будет просто волшебный, необходимый нашей женской косметичке. И я вас призываю не останавливаться на одном цвете. Вы ведь не ходите в одних и тех же любимых удобных туфлях, и в спортзал, и на работу, и на свидание, и на прогулку в парк. У вас все есть своя подходящая для этого пара обуви, правда? И также одежда. Вот это тоже самое, можно сказать, про платье. Радуйте себя разными цветами помад. Создавайте настроение. Ведь это так важно для нас, женщин. От того, какую эмоцию мы несем в мир, будет зависеть, как будет формироваться пространство вокруг нас. Потому что да, да, именно мы его формируем. И в первую очередь пользуйтесь косметикой для себя. Потому что если женщина любит себя, она показывает всему миру, как это делать, что она достойна любви. И если вы себя не любите, навряд ли найдётся человек, который будет делать по-другому. Поэтому всё то, что мы используем для того, чтобы чувствовать себя увереннее, это не блажь, это совершенно необходимые наши с вами артефакты, наш с вами арсенал. Потому что когда женщина хорошо выглядит, когда мы сами знаем, что мы хорошо выглядим, мы чувствуем себя гораздо увереннее, комфортнее, здоровее и красивее. Согласны со мной? Спасибо, что сегодня присоединились. Я сейчас надеюсь, что я нажму на правильную кнопку, чтобы сохранить эфир. И обещаю сделать ещё эфиры по запросам о... Во-первых, конечно, да, давно просят о маленькой форме парфюмерной, нашей 15 мл. И вот он, кстати, спасибо. Наши дорогие, замечательные, совершенно удобные, travel pack, он помещается в любой сумочке. Ну, расскажу вам об этом отдельно, тем более, сейчас анонсом, у нас вышло два новых парфюмерных кода, и они представлены пока только в маленькой форме, в 15 мл. И в зависимости от того, как отреагирует рынок, ну, мы уже видим, как он реагирует, скорее всего, они появятся в 50 тоже, но пока что они есть только в 15. Два новых парфюмерных кода. Это Mancera, Rose, с ваниль, и я в нём сейчас. Он просто сказочный. И Мемо, Александр Мемо, Oriental Leaser, два новых парфюмерных кода. До встречи, мои дорогие. Пишите мне, с удовольствием откликнусь, чтобы вы хотели услышать, о чём в эфире. Уже две темы обещанные у меня есть. Расскажу о нашей косметевтике, расскажу о формах парфюмерных и о нашей коллекции в целом. И с удовольствием буду это делать. Я уже получаю от этого удовольствия. Я имею в виду выходить вы в прямой эфир. Ну что ж, всем прекрасных выходных, хороших праздников, здоровья, любви, хорошего настроения. А для этого, ну, в общем, вы знаете, что для этого нам нужно. Так, теперь надо правильно нажать.